Вести Карачаева, Черкесия Президент страны Владимир Путин поздравил жителей Карачаевой, Черкесии и главу региона Рашида Тимрезова с Днем народного единства. В поздравительном адресе Владимира Путина, в частности, говорится «Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений, традиций патриотизма, сплоченности и созидания. Мы искренне гордимся великими свершениями наших предков, которые всегда, во все времена, превыше всего ставили интерес Отечества. Преданность Родине, чувство личной ответственности за ее судьбу объединяют нас и сегодня. Уверен, вместе мы ответим на любые вызовы и решим самые сложные масштабные задачи. Желаем вам успехов, здоровья и всего самого доброго», – говорится в поздравлении президента страны. Более 12 тысяч новых рабочих мест планируется создать в рамках реализации модели экономического развития Карачаева-Черкесии. Об этом сообщили на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов. В рамках реализации модели до 2030 года планируется увеличение объема налоговых отчислений в бюджетную систему страны до 12 миллиардов рублей. В Черкесии состоялась пресс-конференция заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаевой-Черкесии майора внутренней службы Азамата Кишмахова. Заместитель главного судебного пристава рассказал представителям средств массовой информации о том, с какими результатами управление подошло к своему профессиональному празднику. В течение 9 месяцев текущего года судебными приставами-исполнителями в подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаевой-Черкесской республике окончено около 134 тысяч исполненных производств различных категорий. Общая сумма направленных взыскателями денежных средств с учетом частично взысканных сумм по неоконченным исполненным производствам составила более 2 миллиардов 37 миллионов рублей, и что на 243 миллиона рублей превышает данные аналогичного периода прошлого года. За 9 месяцев 2022 года окончено и прекращено 1093 исполненных производства во взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, что на 200 исполненных производств больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев прошлого года окончено и прекращено 893 исполненных производства. За текущий период в пользу детей сотрудниками органов принудительного исполнения было направлено около 83 млн. рублей, что почти на 40 млн. рублей больше, чем за 9 месяцев предыдущего года. Доля исполненных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 88,8%. По состоянию на начало текущего месяца на исполнении находится 1448 исполненных производств разыскания алиментов. Правительством страны утверждена комплексная пятилетняя государственная программа строительства. Ее реализация начнется с января следующего года. Основными задачами госпрограммы являются дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной и туристической инфраструктуры, минимизация негативного воздействия строительной отрасли и ЖКХ на окружающую среду. В рамках реализации программы комплексное развитие сельских территорий в селе Псемен в октябре этого года было начато строительство центрального водопровода. Протяженность его составляет 12 километров. После окончания работ качественной питьевой водой будет обеспечено все население села и социально значимые объекты. Об этом рассказал глава администрации Курджиновского сельского поселения Григорий Приходько. В настоящее время в селе Псемен полностью отсутствует водоснабжение, что негативно сказывается на развитии данного населенного пункта. Я считаю, что наличие качественной питьевой воды благоприятно скажется на развитии данного населенного пункта. У людей появится больше возможностей заниматься сельским и личным подсобным хозяйством. Региональные власти за последние три года направили 75 миллионов рублей на субсидии для свеклопроизводителей. Ожидается, что урожайность сахарной свеклы в Карачаево-Черкесии в этом году вырастет на 10% благодаря проведению агротехнических работ. Хозяйство республики планирует собрать в эту уборочную компанию 200 тысяч тонн корнеплода. Сахарная свекла в этом году была засеяна на площади 4900 гектаров. До конца текущего года в Карачаевске завершится строительство новой поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену. Общая площадь объекта более 7 тысяч квадратных метров. Это трехэтажное здание с цокольным этажом. В состав лечебно-профилактического учреждения вошли поликлиника для взрослых на 150 посещений в смену, поликлиника для детей на столько же посещений и женская консультация на 50 посещений в смену. Внутренняя отделка помещений завершена, подведены коммуникации, введена в эксплуатацию новая котельная. Ведется благоустройство прилегающей территории. Совсем скоро в Карачаевске завершатся работы по благоустройству общественной территории, которую все в городе называют Зеленым островом. Предполагается, что он станет новым местом притяжения для местных любителей активного отдыха. О планах по развитию территории рассказал помощник мэра Карачаевского городского округа Руслан Курджеев. На сегодняшний день это будет площадь более 5 гектаров земли, как бы облагоустроена, облагорожена. И я думаю, как бы места хватит всем для прогулок, еще раз повторюсь. И в принципе, люди будут довольны. Работы проводятся с лета. К концу месяца уже планируем завершать. Сейчас уже где-то процента 85 завершено. Остается облагораживание территории и как бы будет уже скоро финал. Город Черкесск принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном Минстроем России. Об этом рассказал заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Ренат Хатуаев. Минстроем РФ объявил дополнительный набор конкурса малых городов в этом году. Изменил условия участия и сейчас в конкурсе могут участвовать города с населением от 100 до 200 тысяч человек. Что позволяет городу Черкесску в этом году принять участие в таком конкурсе. Таким образом, уже Усть-Джигута в 22-м году выиграла и Черкесск тоже может рассчитывать на победу. Мне кажется, это символично, учитывая, что сейчас идет столетие республики. Заявка, она практически закончена. Мы ее закрушаем в, скажем так, информационную систему конкурса, после чего будет приниматься решение конкурсной комиссии поддержать или не поддержать проект. На сегодня мы всю работу практически завершили. Проведена презентация жителям в эфире канала «Арфис-24» прямо. Выслушаны все пожелания. Ну, скажем так, работа уже заканчивается. Пенсионеры-селяне, получающие повышенную на 25% фиксированную выплату, продолжат ее получать, даже если переедут в город, либо если сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ. Новая форма действует с начала этого года. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства происходит автоматически, без обращения в пенсионный фонд. С начала действия закона право на установление надбавки к фиксированной части страховой пенсии получили порядка полутора тысяч жителей республики. Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля следующего года. В результате он составит 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тысяч на второго. Многофункциональные центры расширяют перечень услуг, предоставляемых населению. Теперь любой житель республики может оформить там документы на газификацию жилого помещения, на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд. Эта услуга позволит жителям республики заметно сэкономить время, ведь прием проводится по принципу единого окна, что повышает удобство и доступность данной процедуры. Комментирует информацию советник генерального директора «Газпром Межрегионгаз Черкеск» Сергей Остриков. Компаниями «Газпром Межрегионгаз Черкеск» и «Газпром Газораспределения Черкеск» было заключено соглашение на предоставление услуг по оформлению документов на газоснабжение. Сейчас граждане республики при покупке, продаже, обмене жилья, оформлении каких-то документов могут сразу обратиться для того, чтобы сделать себе, по сути, три основные услуги, которые им необходимы. Во-первых, это договор на газификацию домовладения или жилого помещения. Второй договор о техническом обслуживании внутридомового, газового или внутриквартирного оборудования. Это обязательный договор, который заключается сразу одновременно. И третий договор – это непосредственно «Газпром Межрегионгаз Черкеск» о поставке газа для коммунально-бытовых нужд населения. В следующем году власть республики планирует обеспечить покрытие сухопутной подвижной связью стандарта ЛТЭ на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, ведущих к туристическим и курортным населенным пунктам, а также обеспечить возможность беспроводного широкополосного доступа к интернету по технологии Wi-Fi в 10% государственных образовательных организаций. В настоящее время в рамках проекта «Информационная инфраструктура» доступ к интернету получили 304 социально значимых объекта республики. На госуслугах проходит голосование за бесплатное подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету. Села, поселки и деревни численностью жителей от 100 до 500 человек, которые наберут больше всего голосов, будут подключены к 4G уже в этом году. И вот за какие населенные пункты республики можно проголосовать? Баралки, Дубянский, Нижняя Ермоловка, Новоисправненский, Фроловский, Хоса-Кардонек, Эльбрусский, Евсеевский, Козелтагай, Солнечный, Иршов, Пхия и Абазакт. Голосование продлится до 12 ноября. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов Росмолодежи – дать возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшуов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципалитетах. Много у нас получается людей выпадает из этого процесса. В основном, как это происходит, написание проектов, как мы знаем. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Приехал в офис, посидел, поработал, как бы никто не мешает, и там добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. Медицинские учреждения Карачаево-Черкесии продолжают прививочную кампанию против коронавируса. Наряду с традиционной формой иммунизации жители республики могут выбрать назальный способ вакцинации через распыление вакцины на слизистые оболочки носа. Об этом рассказал главный врач Черкесской городской поликлиники Зураб Гогушев. На примере нашей республики адекватно видим, что количество заболевших в том или ином регионе четко прослеживается по количеству вакцинированных в этом же регионе. Приведу примером. У нас есть районы, в которых вакцинация была достигнута 100% населения этих районов, и где количество заболевших равняется нулю. В Карачаевске работает пункт приема гуманитарной помощи для жителей четырех новых российских регионов и военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Пункт расположен на базе Центра культурного развития имени Кайсина Кулеева. Об этом рассказал начальник отдела культуры Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев. Очень много неравнодушных жителей откликнулись на открытие приема и начали сюда приносить. Первыми это были представители флоры Кавказа, которые находятся на территории Карачаевского городского округа. Это Уздинов Карбий, директор магазина стройматериалы в городе Карачаевск. И сейчас люди приходят, узнают, интересуются, что можно принести, когда, в каком количестве. Вчера в новом центре «Спутник» в северном районе Черкеска состоялся примерный показ фильма о Карачаевой Черкесии к столетию на все сто российского журналиста телерадиоведущего Владимира Шахбаза. В нашем фильме мы хотели показать красоту и силу природы Карачаевой Черкесии, привлекательность региона как для инвестиций туризма, так и для жизни. Рассказать, какие перспективы есть в республике для молодых людей в учебе, работе, карьере, спорте, творчестве. При этом хотели подчеркнуть, что Карачаева Черкесия бережно хранит свои традиции, мультикультурность, уважение к каждому народу, который живет на ее территории. Главные герои, ведущие фильма на все сто – это сами жители Карачаевой Черкесии, которые рассказывают о своей родной земле, ярких моментах ее истории, показывают, как работают ключевые предприятия региона. Красной нитью через весь фильм проходит образ старшего поколения. Это выдающиеся жители республики, которые прожили вместе с Карачаевой Черкесией фактически сто лет. На национальных языках они дают напутствие будущим поколениям. Мы очень благодарны им, что они нашли возможность и приняли участие в съемках фильма. Мы сердечно благодарим руководство республики, а также всех жителей Карачаевой Черкесии, кто участвовал в эпизодах картины и помогал в организации съемочного процесса. Это наша общая работа. С 4 по 6 ноября в Архезе пройдет осенний музыкальный фестиваль от проекта «Funk and Beats». Участников фестиваля ждет осенняя перезагрузка в одном из красивейших курортов страны. Идеальная локация с природными ландшафтами и горным озером. Атмосфера гармонии и внутреннего спокойствия. И, конечно же, фирменные вечеринки. Помимо этого, гости смогут совершить экскурсию на водопады и озера, термальные источники и горные бани и прочувствовать атмосферу осеннего волшебства. Обустроенные пляжные зоны появятся у водных объектов разных населенных пунктов Карачаевой Черкесии, в том числе в поселке Нижний Архыз, ауле Нижняя Тиберда, у Софийской поляны и у озера Каракель. Благоустройство пляжных зон стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России и получении финансовой поддержки на развитие туристической отрасли. Финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Карачаева Черкесия получит 342 миллиона рублей. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, в горах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5-10, в горах местами от 0 до плюс 5. В Черкесии дождь, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 10 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На правах рекламы. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта, возможностью проехать на Крымский полуостров, станет оснащенный автозаправочными станциями «Сухопутный маршрут». Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около семи часов. Детям нужно ну очень много для счастья. Сказочные путешествия и добрый волшебник. Заколдованная принцесса, трехразовое питание с сосульками на десерт, ездовой папа и в ямку бух. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь поддержкой национального проекта «Демография». Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова